Да, друзья, прямо сейчас мы об этом и поговорим с управляющим директором управления розничных продаж и обслуживания РНКБ. Сергей Кузьмин с нами на связи. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Семьферополь. Доброе утро, Крым. Как у вас настроение? Судя по приветствию, все отлично. Да, да, все хорошо. Здоров. Вот, здоровье это уже. Самое главное. Сергей, давайте тогда перейдем для начала к теме, поговорим о том, вообще готовы ли крымские банки к вот этому переходу на бесконтактный способ оплаты и отказ от наличных, насколько это вообще возможно и реально. Буду говорить про банк РНКБ, мы готовы. Одно из итогов нынешней ситуации, в которую мы все вместе попали, станет все-таки более активный переход всей, ну, не только банковской сферы, но и всей экономики к цифровизации. Вот у банка на сегодняшний день есть решения, готовые решения для наших клиентов, для наших партнеров, для перехода на безналичные оплаты, на увеличение безналичных оплат. Вопрос, готовы ли наши рынки, готовы ли там визуальное строительство, например, да, общепис к тотальному переходу на безналичные оплаты. Что там греха таить, коллеги, давайте вспомним, у нас наши дети, да, ходят в школу, ну, когда ходили в школу, оплата наличными, питание в школах. Вот у нас есть готовые решения, которые мы готовы предложить для школ, для комбинатов питания, которые оказывают на переход на безналичную оплату, чтобы в руках не держать купюры, а карточку бесконтактную приложил, оплатил, покушал. Ну, казалось бы, деньги, наличные деньги, это то, что ты можешь видеть здесь и сейчас, да, ощущать, осязать. А вот когда храняются сбережения на карте, ощущение складывается несколько иное. Или все-таки карта гораздо безопаснее налички, как вы считаете? Понимаете, когда у вас есть мобильное приложение или веб-версии интернет-банка, вы 24 круглосуточно, да, можете видеть остаток на депозитном вкладе, остаток на ваших картах, безопасность, которую обеспечивает банк. Ну, давайте так, на сегодня безопаснее намного средства размещать и держать на карте, например, да, дистанционно за ними внимательно, круглосуточно, там, если кому-то нужно следить, чем их держать в кошельке. Деньги всегда, ну, давайте так, давайте не исключать, что их могут украсть, вот, и вы с ними развращаетесь. Даже если у вас украдут карту, вы можете ее через контакт-центр в течение пяти минут, там, даже быстрее, заблокировать, и не успеют воспользоваться, вы потом восстановите карту и снова будете пользоваться своими средствами. Вот, а если вы вспомнили про вклады, все-таки вклад, размещенный дистанционно, он еще и под более высокую процентную ставку размещает. Ну, приносит прибыль, да? Тема, как раз-таки, сейчас, я думаю, актуальна по поводу вкладов, ну, чуть позже, когда закончится вся эта ситуация. Что касается безопасности, действительно согласен, и там же можно, например, настроить в мобильном приложении, на телефоне, автоплатеж за интернет, за коммуналку и за все остальное, абсолютно с вами согласен, что это проще и безопаснее. Что касается безопасности и дистанционной оплаты вообще, как таковой, если это касается не коммунальных платежей, а других, не знаю, покупок, как к этому подготовиться, что нужно знать, как понять, что это безопасно? Ну, давайте так, рекомендации, они простые, ну, во-первых, самый главный совет, это никогда не сообщать, даже сотруднику банка, да, по каким-то звонкам или каким-то обращениям, идентификационные данные своей карты, личные свои данные, то есть это номер карты, это срок ее действия, код, который указан на карте, вот эти данные никому, даже если вам представляется, что сотрудник банка, сообщать не нужно. Вторая рекомендация, желательно все операции, да, осуществлять личного устройства, вот, личный смартфон, на котором установлено мобильное приложение, вы к нему, к этому, внутри мобильного приложения можете подключить, и это рекомендуется, смс-уведомления, чтобы вы получали данные о тратах своих, вот, для безопасности осуществления платежей есть функция для владельцев карты МИР, называется МИР-Акцент, да, ее можно тоже подключить в нашем приложении или в веб-верхе интернет-банка, 5 секунд займет для осуществления безопасности платежей. Что еще, как рекомендация, ну, все-таки делать осмысленные покупки, я о чем говорю, да, чтобы это не было, что кто-то просит вас куда-то срочно перечислить средства, вы не проверяете реквизиты, вы не понимаете, что это за сайт вам воротился, и перечисляете деньги. То есть, осмысленно, спокойно, ситуация нынешняя, это позволяет сделать дома, сидя удобно в кресле, с чашечкой чая, никуда не спеша, вот, вы просто будете гарантированно на 100%, что ваши средства уйдут по назначению и не достанутся мошенникам. Ну, вот вы говорите с чашечкой чая, то есть, сегодня ведь действительно не обязательно идти в банк, чтобы совершить дистанционный перевод, правильно? Да, абсолютно верно, это не нужно делать, по сути дела, любые операции, которые финансовые, которые клиенту необходимо совершить, он может сделать дистанционно, не покидая своего жилища, да, во-первых, давайте так я еще скажу, что, ну, это и выгодно клиенту, тарифы на оплату в дистанционных каналах, да, интернет-банк, вот, мобильные приложения, они намного ниже, чем оплачивать в кассе или, там, в устройствах самообслуживания. Это быстрее, вам не нужно искать офис, это вы защищенны, по сути дела, на сегодняшний день, да, находясь у себя внутри квартиры. По сути дела, вы свободны, потому что не нужно идти, стоять в очереди, ждать чего-то, да, и подстраиваться под работу офиса. Ну, и, по сути, это, наверное, показатель ответственного человека, который остается финансово грамотным, финансово ответственным и не покидает жилища, но при этом платит коммуналку, вовремя оплачивает, может быть, пополняет мобильную связь себе и своим родным, успел настроить и правильно настроил автокупежи своим родителям, вот, чтобы они тоже не ходили в отделение, ставили в очереди. То есть это вот ответственный человек. Все верно. Нужно провести гражданскую позицию, не выходить из дома, но все же платить по счетам нужно вовремя. Хотел бы еще один вопрос задать, Коль, вы уже сказали ранее о том, что не верите, если вам звонит сотрудник банка, просит продиктовать вам какие-то личные данные. А сотрудник банка вообще частенько ли звонит? И звонит ли? И по каким поводам вообще? Потому что сейчас все знают, что в интернете полно мошенников, которые пытаются выведать у бабушек, дедушек их номера карты, личные данные их пенсионных карт. А вообще, когда может звонить сотрудник банка и зачем? Ну, давайте так. Учитывая ситуацию, в которой мы сейчас оказались, мы ограничили количество противских, свели к минимуму количество звонков нашим клиентам, чтобы, ну, так говорить, не создавать лишнюю какую-то панику. Звонки могут быть, да, то есть, ну, если вы сами разместили, например, дистанционно заявку на кредит, да, например, подали какое-то предложение или пожаловались на какую-то вещь, да, то есть, вполне возможно, что вам позвонит сотрудник банка, сотрудник контакт-центра уточнить ту информацию, которую вы предоставили в своем обращении, но при этом у вас никто, по крайней мере, наш банк, наш контакт-центр не будет уточнять данный номер вашей карты, не будет уточнять у вас срок ее действия, не будет уточнять другие идентификационные данные, которые, ну, никому не нужно сообщать. Мы этого не делаем. Отлично. Да, и вообще, а как быть уверенным, что твой платеж прошел, что действительно средства перечислены, где это можно увидеть? По сути дела, два важных момента. К карте должна быть подключена смс-уведомление, и любая трата, вам приходит сообщение на ваш телефон об осуществленном платеже и подтверждение его. И второй момент – это история платежей, выписка по карте, которая есть в мобильном приложении, функция такая, да, в мобильном приложении, в интернет-банке есть, в Эйберке. То есть, по сути дела, совершив платеж, вы уже видите на своем устройстве о том, что он исполнен, и если даже есть такая необходимость отправить кому-то квитанцию, вы дистанционно можете отправить квитанцию, не нужно ее распечатывать и куда-то ехать в транспорте или на машине, да, с этой распечатанной квитанции кому-то что-то доказывать. Отправили дистанционно по почте или через мэттенджер, и все. Отлично, и сидим дома, здоровые, счастливые, красивые, и никуда не выходим. Большое спасибо, друзья. Напомню, что с нами на связи был управляющий директор управления розничных продаж и обслуживания РНКБ Сергей Кузьмин.